В Великобритании, тем временем, число погибших от коронавируса в больницах сократилось. Однако неутешительной остается статистика смертности в домах престарелых. В этих учреждениях проживают порядка 400 тысяч пожилых британцев. Есть опасения, что COVID-19 подхватят две трети из них. В этой ситуации разбирался наш корреспондент в Лондоне. Нам очень жаль, что мы не можем быть с тобой сейчас. Но мы знаем, что медсестры хорошо ухаживают за тобой. И мы желаем тебе скорейшего выздоровления. Медсестра зачитывает болеющей бабушке письмо со словами поддержки от внучки. К несчастью, через два дня ее уже не станет. Теперь имя и фотография этой милой бабушки, как и других 12 погибших от коронавируса и ее соседей, размещены на мемориальной доске в их доме. Обычно это самая лучшая работа в мире, очень поощряемая. Но сейчас происходят душераздирающие вещи, которых я никогда не видела. Эти кадры сделаны совсем недавно. Комиссия по качеству медицинской помощи назвала дом престарелых «Ренхолл» одним из лучших в стране. Но теперь общий зал пустует. И жильцы заперты в своих комнатах. Нелегко приходится и медицинскому персоналу. Мы используем передник из целлофана, который не покрывает все тело. Данные, собранные регулятором домов престарелых, впервые опубликованные во вторник управлением национальной статистики, показали, что с 10 по 24 апреля среди пожилых людей было зафиксировано более 4000 смертей от коронавируса. Половина из них поступила в больницы за последние пять дней, что свидетельствует об увеличении числа погибших. Специалисты предупредили, что цифры все еще могут быть заниженными из-за задержек с предоставлением отчетности. По словам операторов домов престарелых, вспышка болезни все еще не достигла своего пика. Министр здравоохранения страны постановил, что информация по пожилым людям теперь будет предоставляться отдельно. Мой принцип – быть наиболее прозрачным, потому что журналисты смогут определить проблему как можно раньше, на что мы отреагируем сразу же. В правительстве тем временем определили план выхода из сложившейся ситуации на ранних стадиях и объявили о новых мерах по борьбе с болезнью. В их число входит большее количество тестов на вирус. Халмжан Храмалула, Великобритания, специально для Хабар-24.